И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать, и это великолепная сборочка с модом Create. Как я и говорил, за кадром я практически ничего не делал, лишь небольшие косметические изменения, немножечко походил по шахтам в поисках ресурсов, а все потому, что нам нужно сейчас продолжать проходить эту сборочку. Именно мы на том остановились, что нам нужно сейчас выполнять квест на промывку и добычу автоматическую железа, а также неплохо было бы сегодня попробовать успеть сделать смеситель сплавов и попробовать все-таки реализовать себе систему, которая бы автоматически выплавляла себе все, что можно только выплавлять. Начинать я планирую с железом, и первое, что нам нужно, это, соответственно, сделать небольшой генератор булыжника, камня, который бы генерировался и добывался с помощью автоматических буров. Буры мы с вами когда-то уже делали, когда делали добычу автоматическую андезита снизу. В квесте говорится о нескольких дрелях, не говорится конкретное количество, но я предпочту сделать их сначала три, а дальше будем делать посмотреть. Теперь мне нужно будет в обязательном порядке сбегать за лавой, без которой ничего не получится. Лава есть, буры есть, и пространство, на котором все это планируется строиться, тоже есть. Так, немножечко себе взял андезита, и с помощью него я сейчас буду пытаться все это себе безобразие построить. Где-то вот здесь вот, я думаю, будет неплохое место. Попробую я сейчас это все строить на неком возвышении, для того, чтобы не иметь прямого контакта с лавой непосредственно. Буры у нас будут стоять вот таким вот здесь образом, и, соответственно, вот здесь вот должна генерироваться у нас вся порода. То есть вот здесь вот у нас должен стоять блок лавы, где-то вот здесь вот. Я надеюсь, это никуда не выйдется, куда не нужно. И вот здесь вот, получается, у нас должны идти потоки воды. Пока это, конечно, все безобразно выглядит, но потом мы это, надеюсь, приведем в какой-то более приятный глазу вид. Получается, вот здесь вот я разливаю лаву, и она разливается, соответственно, туда и туда. И вот здесь у нас все правильно генерируется булыжник обычный, который мы здесь и хотим добывать. Замечательно. Теперь нам сюда вот нужно передать крутящийся момент. Я думаю, сильно наша мельница не обидится, если прям из нее мы этот крутящийся момент и заберем. Также сразу я, пожалуй, размещу здесь конвейеры, которые нам понадобятся в обязательном порядке в любом случае. Так вот здесь вот, получается, у нас идет конвейер. И если я все правильно понимаю, как только наши дрели будут добывать камень, который находится у них перед лицом, он будет попадать на конвейер, конвейер будет вращаться и дальше попадать куда нам нужно. Если что, потом я смогу в любом случае продлить. Главное для меня сейчас это передать на крутящийся момент. Так, последний штрих, я соединяю это все конвейером. Получается то, что у нас вот таким вот странным образом сюда крутящийся момент передается. И не знаю, крутятся ли вращаются наши буры. Минимум один вращается. Для того, чтобы вращались остальные, просто нужно здесь валы загрузить, и настанет перегрузка. Неприятный момент. Сейчас просто парусам мы здесь добавим. У нас тут есть их небольшое количество. Я надеюсь, это способно будет исправить эту самую перегрузку. Ибо еще строить одну ветряную мельницу в мои планы здесь не входило. И смотрите, я добавил еще парусов, и все равно перегрузка. Давайте попробуем, не знаю, скорость здесь уменьшить как-то. Потому что это вообще не дело. Ага, все. Вращается, но, к сожалению, без скорости. Но момент передается, уже что-то. Главное, что здесь все добывается и передается на конвейер. Возможно, просто мне придется потом вот эти вот все красные манипуляции, которые здесь у нас размещены, убирать отсюда. Ибо я другой варианта не вижу. Сейчас нужно посмотреть, как это все работает. И вообще, нужна ли здесь такая вот большая скорость, которую мы здесь размещаем с вами. Ну, с такой скоростью здесь, я думаю, нормально. Если что, потом можно будет еще парусов сюда добавить и убрать отсюда эти ускорители. И тогда, я думаю, этому ветряку будет хватать мощности на все это дело проворачивания. Но сейчас она, ну, такая вот. Средненькая скорость, конечно. Звезд с неба не хватает, но я думаю, нормально. Теперь мне нужно здесь сделать смешиватели, которые бы булыжник передрабливал в гравий. В гравий же потом мы можем банальным способом промывать, массово промывать, как тут написано, и получать те самые кусочки железа. Мы будем получать всего два кусочка, но нам по факту-то больше и не нужно. Я думаю, то, что и этого количества нам будет более чем хватать. Немного перепутал, мне нужен, вернее, не смешиватель, а жернов, то по факту не имеет значения. А теперь мне нужно отсюда помещать это все в жернов. Кто-то мне подсказывает, то что если я вот так вот это все безобразие размещаю, то ничего, конечно, уже у нас в жернов попадать не будет. Но мы попробуем. Будем надеяться на лучшее. А, нет, слушайте, попадает. У нас булыжник успешно попадает таким образом в жернов. Хорошо, давайте сейчас тогда момент вращения сюда передам. Успешно это все передалось. И теперь это должно куда-то вот сюда вот выплевываться. Благодаря вороночке. Опа. Вот и гравий. Здравствуйте. То есть теперь мы должны его промывать. Для этого нам нужен вентилятор, вода и таблички. Вот и началась у нас промывка. Благодаря нехитрыму такому механизму. И смотрим, у нас получается здесь все правильно. Кремний и гравий. Для того, чтобы это все сортировать, можно просто сделать вот таким вот нехитрым способом, как мы делали с вами ранее до этого. И все правильно, мы здесь при сортировке гравия получаем кремний и кусочки железа. Нам здесь по факту нужны только кусочки железа, больше нам здесь ничего не нужно. Значит кремень, который мы здесь получаем, можем смело куда-то выкидывать. Сортировку я делаю таким же способом, как и делали этого раньше. Есть, конечно, тут специализированные воронки, которые можно с легкостью использовать, но я не вижу в них особой надобности. Мне понадобятся лишь драйверы, которые доступны нам буквально с самого начала игры. Правда они у меня заканчиваются постепенно, но я думаю, в этом нет ничего страшного. То есть сюда я ставлю драйвер, в него я ставлю воронку и я делаю таким образом, чтобы в драйвер поступали только кусочки железа. Весь не промытый гравий, который здесь есть, он в любом случае будет промываться и поступать в драйвер. Но помимо вот этого драйвера у нас должен быть здесь еще один драйвер и лучше это немножко по-другому... А стоп, это не будет так работать, как я хотел бы. Так, нам нужно сейчас увеличивать мощность вентилятора, иначе у нас ничего в обязательном порядке не получится. То есть мне нужно сейчас банально увеличить длину конвейера, иначе весь мой план идет просто по одному нехорошему месту. Итак, смотрим, я немножко увеличил здесь конвейер. Сюда мы кидаем кусочек гравия. Мы как бы моделируем ситуацию, что он у нас пришел оттуда. И этот гравий должен у нас вот сюда вот к концу промыться в любом из случаев. Я думаю, что он с этим успешно, по крайней мере, должен справиться. И куда-то он пропал. Видимо потому, что он после промывки ничего из себя не представил. Это значит хорошо, это значит все идет по плану. А значит мы здесь вот размещаем раз драйвер и два драйвера. В один из драйверов у нас идет одна воронка. И также у нас в этот драйвер идет другая воронка уже с кремнием. И идет вот сюда вот такая вот сортировка. По идее это все, то что я хотел здесь сделать. И это все должно работать. Последний штришок. Я с помощью ключа закрепляю здесь кремень. Рано или поздно случится таким образом, что переполнится вот этот драйвер с кремнием. Поэтому мне по-хорошему нужно было бы сжигать все то, что безобразие, которое здесь производится. Я думаю, с этим проблем не будет. И пока я за лаву не сбегал здесь, просто сделаю так, что с помощью андезитовой воронки это все просто будет в бездну выплевываться. И все пошло. Драйвер никогда не переполнится. Всегда будет у нас в достатке гравия. И все у нас будет наилучшим образом. Теперь же мне нужно сделать так, чтобы хватало мощности нашей мельницы на все это наше безобразие. Получается все то, что у нас здесь упирается, упирается буквально в один жернов. То есть мне по-хорошему на жернов, на вот этот вот нужно передать максимальный крутящийся момент отсюда. А буры и вот этот вот конвейер могут работать не с такой большой скоростью. И ничего критичного из этого не будет. Придется все это перестраивать. Ну вот такая вот скорость на жернов меня вполне устраивает. Вопрос к скорости всего остального только у нас теперь есть. Вот теперь все это запитано. То есть я просто взял изначальный момент отсюда, провел его сюда. По направлению вращения здесь все сохраняется. По факту механическим дрелям без разницы в какую сторону крутится, поэтому они крутятся. Скорость, которая здесь поступает ко мне, меня более-менее устраивает. И меня устраивает то, что здесь у нас есть много чего еще. Сейчас только моя система по сортировке имеет небольшой такой нюанс. То, что необходимо нам очистить всю эту линию конвейеров. И только после этого все работает. То есть, грубо говоря, если какие-то здесь посторонние ресурсы попадают, то, конечно же, это ничего работать у нас не будет. Значит, мы будем делать с вами немножко по-другому. Я думаю, да. Сортировка нуждается в доработке. Ну, это максимум, что я смог придумать. Система такая, замысловатая, конечно, но она работает и более-менее. Сортировка, как я и говорил, осуществляется только за счет аназитовых воронок и драйверов. Здесь у меня запрятана такая система, которая дает крутящийся момент вот этой вот всей системе. То есть, банально там вентилятор стоит с магмовым блоком и там ничего такого серьезного. Парочка ускорителей и в итоге. Гравий попадает сюда, получается, на вот эту вот нашу основную линию. Просеивается в любом случае на два компонента. И эти два компонента попадают в любом случае в этот драйвер. Из этого драйвера они забираются и благодаря вот этой вот системе сортируются на железные кусочки и на кремень. Ну а кремень мы можем там выкидывать, куда-то его сжигать, без разницы по факту. Главное, что мы от него избавляемся. Да, она получилась не очень компактной. Возможно, она была бы гораздо компактнее, если бы у меня были умные воронки. Но мы отталкиваемся от того, что имеем и играем на этом этапе нашего развития. Главное, что у нас сейчас это все работает. Главное, что она у нас существует. И да, получается, по факту, это автоматическая ферма железа. Не самая, конечно, простая. Вот эта вот часть с бложником мне вообще не нравится. Ну да и ладно, на самом деле. Но главное, что это все у нас работает. Обязательно за кадром я все это исправлю. Вот эту вот систему с добычей. Сделаю просто ее более-менее красивой. Ну, постараюсь, по крайней мере. Но что это выйдет, уже узнаем в следующей серии. Как я и говорил, то, что я сейчас хочу попробовать сделать все-таки с вами. Теперь нам нужно вот это вот железо, получается, на века. Завершаем. А, тут целая линейка, что ли? Да, перемолоть в гравий. Так, теперь нам нужно гравий взять в руки, для того, чтобы все это выполнилось. А потом сделать из этого кусочки железа. Ничего себе, мы заморочились и продвинулись так вот по линии. Неплохо, так я вам скажу. Буквально сделали это все автоматически. Теперь нам нужно направить кусочки металла в высокотемпературную плавку. Его в автоматическом режиме нужно как-то засовывать вот эти вот самые плавилки, которые у нас вон там вот стоят. Из мода Tinker Construct. Да, что-то я не подумал, что нужно было бы по-хорошему это все где-то выше размещать. Или придется нам как-то это все поднимать по желобам. Насчет желобов я обязательно сейчас с вами почитаю. Но сейчас у нас немножечко другие приоритеты. Как я уже и говорил, мы хотим с вами сделать смеситель сплавов. Как раз нам там нужны немножечко Tinker Constructors'ких вещей. Я думаю, мы будем плавить в любом случае при помощи угля. Пока что у нас этого угля за глаза. И будет его так же много, пока у нас работает вот эта вот система с деревом. Правда, мне на самом деле как-то хотелось бы автоматизировать этот момент. Но я пока не вижу возможности, как именно это сделать. Ведь только в печках. Ну а с печками придется помучаться. Возможно, к следующей серии я это автоматизирую. Но не важно. Так, мне интересно будет способными наши жерновы напрямую отдавать с помощью воронки сюда вот все это безобразие, которое мы будем в него впихивать. Сюда идет медь, сюда идет у нас цинк. Пока что я менять приоритеты у воронок не буду. Этого не нужно делать. Закидываю сюда топливо. И нам теперь нужно запитать, соответственно, эти все воронки. Давайте попробуем это все отсюда запитать, конечно. Но я сомневаюсь на самом деле, что у нас хватит скорости отсюда вращения. А нет, поглядите-ка, хватило. Надо же. Ну ладно, хорошо. Теперь я меняю отсюда у нас приоритеты. Главное, чтобы это все дробилось и поставлялось. Да, посмотрите. Цинк вполне себе. И копер вполне себе. Могут здесь пережариваться очень даже успешно. Замечательно. Это меня, несомненно, радует. Теперь мы, получается, отсюда должны выкативать это все и делать наподобие вот здесь вот систему. То есть мы должны здесь разместить чашу и механические смешиватели, которые смешивал бы все вот это вот здесь наше наживное. То есть я беру две механические трубы и ставлю здесь вот таким вот образом. Делаю так, чтобы они все жидкости помещали в чашу. Из чаши я делаю умную трубу, которая посредством еще одной механической трубы все безобразие запиховывало бы вот такой вот тейбл. Теперь мне, получается, нужно скрафтить еще и стол и еще одну заливку, вот такую вот для формочки. Так, стол. Формочка в него. Последний ингредиент. Это вот такая вот воронка, в которую будут попадать все слитки. Впоследствии можно будет здесь разместить какой-нибудь сундучок, чтобы это все в автоматическом режиме делалось. Основные вещи здесь у нас закончены. Останется мне здесь только разместить вот сюда вот крутящийся момент. Самое сложное, наверное, будет крутящийся момент передать в смешиватель. Хотя, как я погляжу, никаких проблем с этим нет, но, возможно, просто не будет хватать скорости вращения. Так, первую трубу я здесь запускаю. И вторую тоже. По идее, выкачка жидкости должна начаться отсюда. Ага, начнется, конечно, на три раза, если не в ту сторону направлена труба. Теперь все в ту сторону направлено, и все у нас работает замечательно образом. По крайней мере, здесь что-то смешивается. К сожалению, я не вижу, что это смешивается. Возможно, потому что у меня нет вот этих вот инженерных очков, которые я, в принципе, могу сейчас сделать, и они мне будут все это безобразие показывать. Очки уже на мне. Теперь у нас получается вот эта чаша переполнена. Это не есть, конечно, хорошо, но да и ладно. Это, по факту, нам ни на что не влияет. Главное, вот эти трубы сейчас убрать, поскольку они нам будут по большей части... Куда? Куда? Чё? По идее, если я вот так вот заткну это все булыжником, ничего растекаться лишним не должно. Без комментариев. Смотрим. Отсюда ничего не вытекло, хорошо. Первое ведро, второе ведро. Это цинк и копер. Это важные вещи, несомненно, но они нам сейчас не нужны. Нам нужно то, что осталось здесь вот внутри. То есть, по идее, здесь осталось только, правильно, тысяча миллилитров браса. Я отсюда его забираю, помещаю сюда вот фильтр, делаю сюда трубу, делаю сюда трубу, пока это все не растеклось. И так же сюда. Все. Теперь это должно смешиваться и попадать вот сюда вот. Теперь же здесь мы размещаем тоже механический преобразователь энергии. Подключаем вот это все безобразие нехитрым способом к нашей основной машине. И теперь я только лишь меняю направление вращения вот этой вот кинетической помпы. И все, это пошло работать. По идее, латунь, которая у нас здесь вырабатывается автоматическим способом, попадает в наш великолепного образа воронку. Это офигенно. Теперь осталось мне лишь вот эти вот лишние жидкости поместить вот сюда вот. Эта система у нас работает, автоматическое производство латуни уже готово. Оно здесь производится, оно сюда попадает. Оно, насколько мне известно, много где используется и много где пригодится. Нам также понадобится гигантская куча, так позреваю, латунных листов, которые я буду дальше использовать различного рода крафтов. Ну, уже в поздних эрах, но очень полезно иметь этот механизм сейчас. Не знаю, насколько мне еще поможет этот ветряк. Я к нему подключил достаточно много всякого разного рода механизмов. И, возможно, в следующей серии, если мы будем дальше продвигаться по сюжету, то нам потребуется ставить его еще один. Ну, а в следующей серии нам, наверное, нужно будет заниматься именами кварца. И также перезарядников. Ну, возможно, что-то из этого выйдет. Ну, а в любом случае, мне понадобится читать побольше документации по этому поводу. И что из этого выйдет, мы узнаем не раньше, чем в следующей серии. Ну, а пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш Покурс Багам Амору. И еще услышимся. Покурс Багам Амору